И в конце концов, намного легче достичь земли, чем небо, даже если твои желания подтекают между пальцев. В конечном счете, они недосягаемы, мне нравится думать, что загадывать желания, но, скажешь так, на воде более реалистично. Ох, искать. Короче, понятно. Я не помню, что могу ей отвечать. Ищем, значит, звезды. Или вместе с ней. Нет, возможно, если мы загадаем это желание вместе, то будет больше шансов, что он сбудется. Я не знаю, как сказать словами, но... Скажем так, промедление на поле боя может стоить тебе жизнь. И именно тогда надежный товарищ может придать тебе уверенность. В конце концов, две головы лучше, чем одна. Ну, возможно, то же самое может сказать и прожелание. Это странный способ высказаться, но, полагаю, это похоже на тебя. И, возможно, вместе у нас будет больше шансов, что он сбудется. И, что же, это что мы загадаем? Хм, что? Разве не очевидно? Мы загадаем, чтобы война на кино закончилась. И мы все смогли жить счастливо в мире. Счастье и мир. Я тоже так думаю. Нет. Я обязательно сделаю. Нет. Я обещаю, что... Скажешь так. То ли покажу тебе их, то ли принесу тебе их. Что-то там вроде. То есть, я не могу сказать, что я не могу сказать. Тогда мы сделаем только вид, что загадали желание. Ведь если оно сбудется, тогда твое обещание не будет ничего значить. То есть, но не имеет никакого значения, увидим ли мы падающую звезду или нет. Ты права. Но я хотел бы побыть здесь еще немного. Что? Ты видела ее? Нет. Я просто вспомнил кое-что. Понятно. Понятно. Ух... Лео. Лео. И я? Лео. И я? Лео. Смотрит на озеро... Так... Не знаю. Так серьезно. Точно. Это ведь Лео. Он... Он ко всему относится серьезно. И... Это... Довольно-таки мило. О чем я сейчас думаю? Я должна сказать спокойствие. 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 Ты глупая. 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 Я такая глупая. Забудь... Забудь об этом. Фьюрия. Забудь об этом. Т... В любом случае. Необходимо сосредоточиться на поисках падающей звезды. И... Тогда все будет в порядке. А? А? Сейчас я видела. Короче, я не видела ее. Да. Я тоже ее видела. Хорошо. Я тоже ее видела. И... И... Эта меча... И... Что ж... Теперь у нас есть благословление Сириам. И... Мы должны осуществить эту мечту. Чего бы нам это ни стоило. Да. Я знаю. Что... Ты обязательно сможешь сделать это. Спасибо. Спасибо. Фьюрия. Мне кажется, что... Наша цель еще ближе. Возможно, потому что... Мы загадали это вместе. Общие желания или что-то там вроде. Ну ладно. Что случилось? Ты... Покраснела... Самый кончик ушей. Короче, уши покраснели. Нет. 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 Ээээ... Ничего такого. Ээээ... Ты не... Скажи так... Не мой возлюбленный. Или что-то в этом роде. Или забрание. С тобой точно все в порядке? Да. Ничего. В общем... Фьюрия так-то довольно миленькая. Тянкая. И если подумать, мы почти закончили первое поколение. О господи! Опять вы! А, ну... Это ваншоты будут. Ладно, хоть ваншоты. Ничего не хочу иметь дело с этими... С духами. Они ужасно унывые. Не забывай этот день! Татами текут! Несу. Ну, что да. Ну, я резко! Зашу. Несу. Не обязаны. Слушайте, духи они как раз ненапряжные. И там еще один ивент. Икзмор, привет. А мы тут плюшками балуемся. Ах, идеально встали-то просто. Тут даже не до старту встали анхауда хватит. Хватит мне серебро давать. Хватит мне серебро. Эй, череной ивент. Описание. С исчезновением кровавой вражды Фьюрия и Луана наконец-то стали друзьями. И Фьюрия приняла предложение Луаны сделать ей массаж, чтобы расслабить её уставшее тело. Массаж приближался к своему концу, и Луана решила пошутить над Фьюрией. А вот ещё одна тянка, Грин, привет. Да, вот здесь. А, ты довольно хороша. Хм, немного ниже. Да, вот там. Так хорошо. Эх, дура, что ты делаешь? Куда она ей там залезла? Стоп, куда она ей там залезла? Весна опускалась ниже. Ну-ка, Четик умер, ну-ка, Четик. Оживайте, оживайте, сценка ведь. Причём Фьюрия полугулая. В пятки залезла. Что-то сомневаюсь, что она ей в пятки залезла. Это маловероятно. Фьюрия на трапа похожа. А у Фьюрии грудь маленькая, очень маленькая. Эй, не делай этого. Это же щекотно. Эй, прекрати. Ну всё, держись. Я заставлю тебя заплатить за всё это. Что произошло? Что она ее заставит заплатить? Ну-у-у-у. Не показали самое главное, как тянки обнимаются друг с друга. Бывает жизнь неудачна. Ну-у-у. Кстати, любители хентая сейчас будут, по-моему, горячие источники, которые мы в трасс пропустили в первом поколении. Слева тайчит. Сколько у него хп4 тысячи? У него же хп больше, чем у Баркдайта. Но у него 100 статы повыше, на самом деле. Так, и... Добро пожаловать. Нет. В третьем я, по-моему, не пропустил. Или во втором я... Нет, я в третьем не пропустил. Ужасый мужчина, да? Я сохранюсь на горячих источниках, чтобы потом сделать их отдельные записи. Причем, возможно, даже с хорошей озвучкой тянок. Я даже приглашу тянку озвучивать, наверное. Их. В общем, посмотрим. Причем. 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 На Дёнг. Причем. Чертенок там скорее всего говорить будет только инфильм, но я боксер сейчас делаю сейф на горячих источника, чтобы потом сохранить его и хорошо встали-то, а? Прям хочется долбануть пару раз Блин, старт густы тащат реально На самом деле Виру там можно было перекачивать немного, но ладно, очередной момент Так, сейвимся короче на первую датку Надо не забыть, что у меня с первого по пятый даты забиты горячими источниками Сейчас пометку сделаю, одну секундочку Ах 1-5, всё, померку сделал. А, это не горячие источники, меня обломали. Это не горячие источники, а где горячие источники, я не понял. Вот так вот, вот, вот так вот, облом. Похоже, это провал Маркис Брахам. Это не моя вина, это всё этот предатель, Ларджен. Если бы не его подлое предательство, Риглус бы никогда не смог одолеть меня. Ваше оправдание не изменит того факта, что вы проиграли. А лорд Харцфолд будет очень недоволен. Я возвращаюсь с Гридамас, чтобы получить указания от его величества. И, конечно же, я заберу и своих людей. Что? Что же тогда будет с Плеуроном? И дураку ясно, что он следующая цель. Вам нечего бояться, ведь у нас есть армия, полученная от черного лица. И вы называете... Короче, это армией? Весь этот... Короче, понятно, говоришь, что этот заброд и так далее. И вы будете ими командовать, Мархиз Брахам. Я даю вам два отряда. Я думаю, этого хватит, не так ли? Конечно, нас больше, но армия черного рыцаря должна лишь замедлить. Нам достаточно просто... Скажем так... Немного сократить их количество. Вы справитесь? Не забывайте о том, что кто сильнее, тот и прав. Я поручаю вам оборону полеурона. И на сей раз не подвидите снова его величество. И еще кое-что. Черный рыцарь просил передать это вам. Что это? Это своего рода талисман. Он сказал, что он хочет, чтобы вы одели его перед битвой. Что ж, а теперь прощайте. И где мои горячие источники? Жизнь несправедлива. Горячих источников нет. Все тлен. Макаритон. 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 Да, я решил сломать систему и пойти за свет. Зачем мучиться, если можно пойти за сторону света? Хотя, манить в принципе не надо. Макаритон. Да, конечно, стардусты там вообще дико залетают. По девять техникал-поинтов дает. Макаритон. Макаритон. Погибай. Погибай! Макаритон. Да, что он будет л Rio, длится. Я думаю, что этот долбанный рам будет достаточно долгим. Часов так на 16. Может даже на 20. Типа, в это время просто не будет! Снова хаас. С другой стороны, ты все равно меньше, чем вся игра. Нет, там требуется быть, там требуется не в дарке быть, там требуется в нейтрале быть. А ты обеспечишься? Месс Я, как ни странно, я уже засыпаю. Из-за того, что... Ну, блин, проходите грубо эту пуструбу, разу это, конечно, немного скучно. Так, сейчас будет куча битв. Может, таки, сохраниться на этом и закончить на сегодня. Будем так не спеша проходить. На самом деле, горячие источники будут после этой битвы. Там еще будет лес, и тогда вот будут горячие источники. Насколько я помню, как мне говорили, по крайней мере. Зрители, если они меня не обманывали. Сколько там до конца поколения-то? Ну, кстати, не так много. Почему ты заново? Ты же за краю в третьем поколении. Загрузись в начало пятого поколения и вся проблема. А, нет. Я играю... В смысле, чем этот оригинал отличается? В смысле, чем этот оригинал, и о чем? Апостол. Не понял тебя? Не понял вопроса? Похоже, что гоблинные орки уже здесь. Да, в бою их было мало. Но, честно говоря, сейчас их было больше, чем я рассчитывал. Это кажется странным, что кому-то удалось взять их под контроль. Что это? Это не просто гоблин и орки? Тот не так с этими монстрами. Разве это не обычные орки и гоблины? Обычно или нет, это не важно. Если они могут действовать сообщая, то нас просто задавят. Держаться в гарвеллах. Горблин, выстрелитесь в гарвеллах. Дишана, что за гарвеллы? Гоблин и орки. Оки находятся в гарвеллах. Гоблины подчиняются оркам, орки подчиняются Гарвеллам. Ты понимаешь, скажем так, о чём это я? То есть, ты хочешь, чтобы мы уничтожили вражеского лидера? Если мы уничтожим Гарвела, тогда вражеская армия просто распадётся. Тогда Гарвелл это то огромное существо, что стоит вот там? Ну, в любом случае. Чем они больше, тем проще по ним попасть. Эй! Подожди! Убейте их! Убейте! Предавший Гридамас должен умереть! Это Брахам? Что-то не так. Он странно себя ведёт. Такое ощущение, что он совсем не такой, как раньше. Он защищает в тьме. Ну, короче... Она ощущает в нём присутствовать, ведьмы и что-то там вроде. Силы тьмы... Как такое могло произойти? Почему? У него есть магический талисман, который чем-то похож на браслет Эндфильда. У него есть магический талисман. Однако, его, скажешь так, талисман более могущественен. А, менее могущественен. У него есть магический талисман. Но вся же, но всё же, даже такой талисман даёт ему силы, превышающую силу, обычного человека. Он не похож ни на кого, кому встретили ранее. Поэтому будьте осторожны. Постой. И... То же самое ждёт Винфильда, если мы не избавимся от браслета. Да. Но я не знаю, когда это произойдёт. Всё зависит... От... духа Винфильда... И силы настоящего владельца. Одно я знаю точно. Если мы ничего не предпринимем, то Винфильда... Скажешь так, ждём такая же судьба. Что ж... Поговорим об этом позже. Сосредоточьтесь на Гарвале и Брахане. Игнорируйте остальных. Так... Апостол. Ну, в смысле РУС. Рекорд оф Агарест — это английское название. Агарест оф Вар — это оригинальное название. И то, и то — это одна и та же игрушка. Просто разное название. Есть... Я, на самом деле, особо не искал. Я просто скопировал своих вводов на Ютубе, как я его назвал. И... Особо не мучился. А ГУС при чём? Ну... Потому что русский перевод, что... Тебе не нравится, если извини. Что у меня такой... Такой корявый перевод. Чем богато, тем и радо, скажем так. Тому и радо было. Неправильно. Сейчас будет унижение просто всех. Я даже уходи... А! Так... Брахан здесь! У-у-у! У-у-у, чувак! Мы сейчас тебе... Мы сейчас тебе пенетрейшн сделаем. Надеюсь, ты любишь пенетрейшн? А я знаю, ты любишь пенетрейшн. Это истина. Нет, я её прошёл уже. Это, на самом деле, это спидран уже под этот, под троян. Есть ты про это? Ай, орки и карлелы, они должны разлетаться. Другими стардустами. Да, обили. С аверкилом даже не обсуждается. Он не убил, а не аверкил. Блин, я как бы хочу... Ладно, фиг с ним, я лучше врагаю. Ну че, Брахам, держись. Начинается другая жизнь. Господи, я даже не знаю, че сейчас не увлетит. Интересно. Че-то вообще лежит, да? Че-то маловероятно. Пффф, лол. Это только Леонхард ударил. Его убило. Да, да, ты не примешь, но ты помер уже. Че-то у него раздрованулся был. Пять тысяч хп в первом поколении у Леонхарда. Уууу, я шатал просто это все. Понимаете? В первом же поколении у Леонхарда пять тысяч хп. У меня такое количество хп у него было под конец второго поколения. Это было дурнее, чем я ожидал. Я не думал, что они будут так хорошо организованы. Читта Гоблин и Оуку. А что насчет Гоблинов и Орков? Армия Риглуса преследует их? Я не знаю, где они укрылись, но я знаю, что скоро они вернутся. Я никогда не слышал, чтобы Гоблины и Орки действовали, сообщая, да еще под чьим-то предвидетельством. Но это было из-за того, что они были из-за того, что они вернутся. Такова их остальная сущность. Их силы проявляют только тогда, когда их возглавляет кто-то невероятно сильный. И силы тьмы создали, скажем так, монстров подобных этим. Создали? Создали? Не... Говорить чушь. Нельзя просто взять и создать жизнь. Человек не сможет этого сделать, однако... Для бога сделать это легко. Разве ты никогда не слышал о древней битве между богами? Мой дедушка постоянно рассказывал мне эти истории. И они были... очень пугающими. Злые боги пытались уничтожить этот мир. Но разве ты не просто сказки, чтобы... скажешь так... Просто сказки. Ты можешь верить или нет, но... Даже ты не сможешь отрицать того, что тьма наступает на наш мир. Гоблины и орки были... скажешь так... Слугами злых богов. Но их лидеры исчезли. И они разбежали. Ну, они были так организованы... Неужели вновь появился кто-то настолько сильный, что тут снова бинить их? Возможно... Не сам лично. Но... Глаза и уши тех, кто способен. Чёрный рыцарь. И, вероятнее всего, он находится за браслетом Винфильда. Хм... Понятно. Вот оно как. Печать удержала его от поиска этого браслета. Он сумел, скажем так, сузить свой поиск до этого континента. И, конечно же, он был полным дураком, если бы рассказал, что он ищет. К тому же, передвижение целой армии гоблинов и орков привлечёт лишнее внимание. Так, значит, вот почему он использовал Гридамас. Пацхольдь,ei поэтому он не нау니까 открыть пока в эфирах. Король Хардзвильд? – короче, для этого не такой человек, чтобы разжигать огонь войны. Безжаласт 토 б resident, но не в вынст ammonia. Да, но он, скажем так, не очень хорошо относится к Фронтеру и тем, кто там живет, в другом расе. Даже если и так, он не был легко внушаемым человеком, и он не был таким человеком, которому нужна такая сила, ну, который нуждается в такой силе, скажем так. В любом случае, теперь он знает, где находится браслет, и ему больше нет смысла скрываться. Ну, по крайней мере, он еще недостаточно силен, чтобы показать свою истинную форму. Ведь так? Нет. Тьма еще не полностью восстановила свою силу. Ишана, короля Хартфельда, можно еще спасти? Если у твоего короля какое-нибудь странное украшение, нечто похожее на то, что Блинфильда, или то, что дали Брахам. Да, я припоминаю, что один лорд подарил ему, скажем так, коробку, внутри которой было кольцо, как раз перед появлением Темного Рыцаря. И, возможно, это кольцо и есть причина его странного поведения. Если он вернулся в свое нормальное состояние, если мы уничтожим его? Я не знаю. Я даже не знаю, можно ли его разрушить. Вы ведь помните Брахам? Браслет не просто был одет на его руку. Он сросся с его тела. Скажешь так, делаем невозможным уничтожить лишь один браслет. Ригулус не сможет справиться один. Скажешь так, за всю Лук... Лук... Тьфу, Лук... Вообще, не могу я прощать это слово. Вот именно поэтому мы должны спасти короля Хартфельда, вернуть его. Темный Рыцарь... Темный Рыцарь... Так значит, Мельхиор также под его контролем. Разве ответ у нас не перед глазами? Ясно. Ясно. Тогда поспешим. Гритамат. Что-то, блин, текста много. Пять тысяч имты. Пять тысяч имты. Пять тысяч имты. А, ну все, кстати, это финал почти. Как ни странно. Нас ждет борьба здесь, потом Черный Рыцарь. И все, и конец первого поколения. Если все хорошо пройдет, то мы за четыре, за пять дней пройдем весь агрест. Ну, где-то часов двенадцать-то займет. Может быть, чуть больше, может быть, пятнадцать. Это, в любом случае, немного меньше, чем первое прохождение, которое заняло двести часов. Двести часов, двести часов я играл в это. А потом еще двести. Двести часов, двести часов, двести часов, двести часов. Ой. А вот это было очень глупо с моей стороны. Так чертовски глупо. Ум. Странг. Странг. Господи, зачем мне столько элементалей? Ненавижу алюклиленные талии. Как я от них терпел, а? При первом похуждении. И так терпел, и сяк терпел. Стартуст, Стартуст, Стартуст. Стартуст. Всем, всем Стартуст. Как она так сильно бьет, я не понимаю. Двенадцать очков, кстати, уже дает. А, ну вот, горящие источники. Кто там хотел поставить горящие источники? Мне сказали, что там что-то сделалось с инфильдом. Твоя. Эй, эй. Ротан. Ротан, это очень важно. Это просто чертовски важно. Не может быть враги? Нет, это было бы слишком просто. Боюсь, это намного опаснее, чем любой враг. Это, скажем так, опаснейший враг. Боже, как мы позволили подобраться им так близко. Короче... Предупреди всех. Так, так, все-все, хватит. Успокойся. Это... Пусть и не враги. Видишь ли, на самом деле здесь есть отличный горячий источник. И тогда зачем ты весь поднимал весь этот шум? Я не думал, что купание для тебя настолько важно. Что-то... Так... Так... Ну, сейчас... Уже все, уехали все, что в Нью-Йорк-шу. Нет, я... Хочу сказать, что все девушки пошли... Пошли купаться. Тогда... Ты тоже можешь пойти после меня. Аааа... Если прийти до этого, я не слишком много слов с настоящим словом! Лео-кун тоже... Рео-кун тоже мужчина, наверное! Господи, Леонхард... Неужели... Ты такой... Не пробиваемый идиот? Ну же, Леонхард, ты ведь мужчина... Онсен? Онсен... Онсен... Хе-хе-хе! Что должно быть, если бы не говорится? Ааа, что нужно делать? Добавайте! Это же горячий источник, горячий источник, и на открытом воздухе, и что делает каждый на твоем месте? Ну, ну, что же? Грац, Леонхард, грац. Что они делают? Ну, я бы хотел сварить несколько птиц в этом источнике. Ах, да. Прекрасные вареные яйца. Мне особенно нравится, когда этот жилок мягкий, но... Эй! Я дам тебе подсказку. Девушка, купание. На открытом воздухе. Ну, что ж тут такого непонятного? Есть только одно, что можно сделать. Винфилд, не то, что ты не можешь это сделать. Да и я не могу остановить тебя, но... Неужели ты думаешь, что... Это разумно? Винфилд, ты не понимаешь, что жилок мягкий, но ты не понимаешь, что жилок мягкий, но ты не можешь это сделать. Вы... Что вы тут... Скажет так, о чем вы тут разговариваете? О! Я не могу сказать, что жилок мягкий, но я не могу сказать, что жилок мягкий, но я не могу сказать. А, так раз вовремя. Ты видишь, как мы сдружились с девушкой? Я думаю, что мы сможем точно так же. А, у тебя есть какой-то план? Или ты что-то задумал? Ну... Мы укрепим дружбу между нами. Что скажешь, Леонхарт? Что, идем в горячий источник? Да черт возьми, конечно мы туда идем. Я его пропустил, сейчас ни за что не пропущу. Черт возьми. Черт возьми. Ну-ка, подожди-ка секунду. Я надеюсь, ты не попытаешься убежать? Да. А, так вот, так что мы зашли так далеко вместе. И теперь мы пойдем до конца. Да, ты так же, короче, ты веномен точно так же, как и я. Хорошо, хорошо, я пойду вместе с тобой. Теперь ты доволен? Ну, раз ты настаиваешь, тогда у меня просто нет другого выбора. Ну что ж, идем же. Я вижу, что ты снова затеял что-то нехорошее. Хорошо, тогда я воспользуюсь ситуацией, чтобы выяснить тебя на чистую воду. Что ж, тогда поспешим. Время здесь играет самую важную роль. Ах, это так приятно. Это так приятно. Эх, это первая ванна за долгое время. Да еще и горячие источники. Эх, было бы у нас и много выпивки. Короче, говорят, что вода полезна, поэтому они могут оставаться здесь, пока им не надоест. Эх, ты очень интересен. Я только что путешествовал, что путешествие только что-то путешествие. жизнь. Ведь вы могли наслаждаться такими вещами. И я даже немного завидую. Удивительно. Это всё, о чём я только мечтал. Скажи так, теперь я могу жить полноценной жизнью. Ты... Короче, понятно. Зерва, видимо, сейчас будет орать то, что он подсматривает за его сестрой. Тише, тише, братец. Иначе они нас заметят. И как ты думаешь, что сделает твоя дорогая сестра, если увидит тебя? Нечестно. Господи, он Зерву... Он Зерву заткнул. Это первый раз за пять поколений, когда я видел, что он Зерву затыкал. О, Леонхардт-кун. И так, Леонхардт-кун. Витак, Леонхардт. Я согласился сопровождать тебя. Но я ничего не говорил, что я буду посматривать. Я не буду видеть, что это не будет. Не, не, не. Я, я не могу, что это надо. Да и, футвори, просто... Не знаю... Жалкое сборище. Так что, давайте, давайте сюда. Думаю, тут... Наиболее... Лучшее место для наблюдения. Скорее... Чистучки выгрызть, уже десять минут показывают трёх мужиков. Так, одну секунду. А вот и долгожданная сценка. Кстати, а вот наша Лаля, которая потом вырастет в ужасную сисястую стерву. Которая будет пилить все наши поколения. Особенно четвёртое. Поколение она будет пилить просто дико. Настолько дико, что это жесть будет просто... Господи, лицо Виры просто незабываемо. Хотя лицо... Её лицо тоже неплохое. Да, лицо в юге. Скай, не помню, на чё она смотрит. Или она на грудь... Ну-ка, так, мне нужна линия. А, так она на грудь её смотрит, лол. Она на грудь её смотрит. О, Господи. Мне кажется, что я умер и попал в рай. Если бы только пар мог рассеяться, я мог бы подойти поближе. Если бы, ну-ка, 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 ну-ка. Господи, это просто невероятно. Теперь я умру счастливым человеком. Ну, может, не с теми, кто... Тут рядом со мной. Уходим. Ну, или идём. Это... Нормально, оставляйте его здесь. Неважно. Короче. Поэтому мы пойдём. Короче, не оставили там его одного. Посмотрите, Фьюрия. Сука. Эй, эй, посмотри на них, Фьюрия. Разве... Ивира... Не удивительна? Ну, аэре да. Сука. Сука. Ну, у тебя тоже... Будет такая большая, когда ты вырастешь. Сука. Юрия, без комментариев, просто. Элис. У тебя есть? Элис. Портнайт рядом? Да. Сука. Ну, как говорили. Сука. Ну, как говорили. Да. Он, скажешь так... Охраняет нас. Как ты и просила. Тогда попроси его проверить вон тот куст. Я не могу, но... Как это? Я, конечно, могу. Но... Зачем? Элис. Сделай, как она говорит. Элис. Сделай, как она говорит. Т. И в т. Зоро. Ах-ха-ха. Возьми, ну, как они. Ах-ха. Похоже... У них завелись... Жучки. Ух-ху-ху. Черт. Короче, забейтили. Ааа! Уинфельд! Что? Уинфельд! Назак! Униди! Он поглядывал. Схватите. Но... Нет. Клео и Зерва, они были здесь. Только что. Минуту назад. Они подставили вина. Я не виновен. Парк Найн, поймай его. Ты не сбежишь. Сдавайся по-хорошему. Нет. Прекрати. Спасите меня. Господи, его каждый раз прилетает на горячих источниках. Вот серьезно. Мне его даже жалко. Нет, ну давайте, наверное, сегодня все-таки закончим для приличия. Это поколение. А, кстати, няшки. Парк Найн, поймай его на своих ошибках. Ты думаешь, почему Эрис устроила в конце истерику Падишана, Парк Найн, поймай его на место. Прошлое поколение ей жалко было. Нет. На самом деле не в этом дело. Прошлое поколение ей тоже было жалко. Нет. Если ты вспомнишь всю... Весь Агарес, то она очень сильно переживала все поколения, то, что им приходится жертвовать собой. Непонятно что, скажем так. И... Как бы... Рот Тианхарда, он прорвется именно на Рексе. Это... Это было ясно. То есть, если Рек сейчас погибнет, то... Его род, он... Он прихлист свое существование. Как таковой. Ну, я не знаю. Много всяких. Плюс она, на самом деле, любила Леонхарда. Леонхарда дал свою жизнь первого поколения. Поэтому... Тоже спорный вопрос. Да черт его знает. Кто таких японцев поймет? Какой-то поближе-то подойти не мог. Какой-то поближе-то подойти не мог. Не слик, кто поближе подойти. Нет. Пауэр, пауэр. Сейчас один вход закончил. Да, Рекс, на самом деле, не так сильно на Леонхарда, если походил. Там были поколения, которые походили намного больше на Леонхарда, нежели Рекс. Так, а здесь, по-моему, уж финальный выбор будет. Главное не затереть это дело. Вы хотели поговорить со мной? На самом деле, есть кое-что, что мы хотим обсудить с тобой наиболее. Мы подумали, что сейчас самое время. Мы хотим, чтобы ты ответил на наш вопрос, только честно. Да. Итак, я начну первой. Что ж. Я знаю, что я могу быть немного, скажем так, резкой со словами. Тебе нравится ненагичная женщина? Ну, как сказать, если бы я должен был выбирать, то я бы сказал, что... Я не помню, как что-то надо выбирать. Поэтому, я не, скажешь так, не то, чтобы я их ненавидел. Вот как. Значит, ты их не ненавидишь? Значит... Скажешь так, они тебе нравятся? Что ж. Просто сучу. Теперь моя очередь. А как ты относишься к женщинам, которые... не знаю, немного эксцентричны? Ты имеешь в виду их внешность? Хм, что ж. Ну, во-первых, я не вижу ничего плохого в этом. Я не вижу ничего плохого. Я так и знала. Это то, что ты... Короче, понятно. Типа, внешность не играет роли. И фиг его знает. Что ж. Тогда... Я задам свой вопрос. Ты предпочитаешь женщин, которые умеют готовить? Так ты знаешь узнать, важно мне это или нет? Ну... Я думаю, что любой может научиться готовить. Я знала. Может быть, у меня не все получается. Я буду стараться. И я обещаю, что научусь вкусно готовить. А... А... Что... 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 Я хочу новую куклу. Хорошо. Тогда как ты отреагируешь, если я скажу, что... я хочу новую куклу? Кукла? Ты... ротон? Ну... Вообще... Должна быть. Айуансы. Я считаю, что она должна быть должна, но... особенная. Это... да, ты прав. Я должна заботиться о любви речи. Ведь это... первый подарок, который ты подарил мне. Лео. Лео, ты хорошо относишься к Элису. Это потому, что ты любишь детей? Лео, ты хорошо относишься к Элису. Это потому, что ты любишь детей? Ну, пускай будет педобиром. Я тоже люблю детей. И я... хочу завести много детей. Теперь... мне нужно только найти от кого. Я рассчитываю на тебя, Лео. Лео, можешь найти еще один вопрос? Скажи, ты бы никогда не предал женщину, которая обещала свое сердце? То есть, ты хочешь знать, останется ли мое сердце верным? Не полюблю я другую? Я ещё не даю моё сердце... Боська. То есть, ты хочешь сказать, если бы была та, кому ты мог отдать свое сердце, ты бы любил ее всегда? Тогда, если ты до сих пор не нашел ее? Хорошо, тогда это будет мой последний вопрос. Как ты относишься к браку между расами? Межрасовый брак? Ну, я думаю, раса не имеет значения. В сердце? Я всегда знала, что ты чувствуешь. Вот почему я так себя чувствую, Вить. Тебя никто скажет так, Вить. Никто тебя не изменит для меня. Короче, понятно. Делать... Короче, понятно. На все руки. Девушка, которая запл... Тебяulet... Продолжение следует...